Легион свобода России и русский добровольческий корпус объявили об освободительной операции, прорвали границу и заняли оборонительные рубежи. Губернатор области Вячеслав Гладков объявил контртеррористическую операцию, которая продлилась менее суток. В Министерстве обороны сказали, что диверсанты были отброшены на территорию Украины. Однако спокойнее Белгородской области от этого не стало. В Белгороде поздно вечером снова звучали взрывы. Один из них прогремел в районе железнодорожного вокзала. Также губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник произвел сброс взрывного устройства на проезжую часть. И это все при том, что в Минобороны России еще накануне заявили о полном разгроме ДРГ в Белгородской области, а режим контртеррористической операции был отменен. Ну а это видео восторженно показала путинская пропаганда. На нем генерал-полковник-неудачник вооруженных сил РФ Лапин лично руководит борьбой с украинской ДРГ. На самом деле российской. Это граждане России освобождают Белгородскую народную республику. Это видео демонстрация тупости военного российского командования. Демонстрация кретинизма российской военной пропаганды. Лапин командует группой примерно из 15 солдат. В нормальной армии, даже в той самой советской армии, этим занимается младший сержант, командир отделения. И генерал-полковнику там в принципе нечего делать. В якобы боевых условиях Лапин просто идет по дороге, солдаты жмутся к забору, а Лапин запросто гуляет себе. И никакой стрельбы нет. И диверсантов нет. И ничего нет. То есть до противника далеко. Тогда вопрос. Зачем при отсутствии противника орать «За Родину»? Прямо как та бабушка у магазина. Война идет за Россию. За матушку. Война за Россию! Матушку! Вперед, парни! За Родину! А-а-а! Руководил операцией по выдавливанию диверсантов генерал-полковник Лапин. Ранее под его командованием российские войска потерпели ряд тяжелых поражений под Балаклеей, Лиманом и Изюмом. В общей сложности оставив 10 городов Харьковской области. Вслед за информацией о том, что операция руководит лично генерал Лапин, военные русского добровольческого корпуса, в своем телеграм-канале опубликовали видео и заявили, что они неподалеку, а процесс зачистки области они проконтролируют, как только вытянут БТР. Несмотря на то, что ДРГ якобы разгромили и опасности уже нет, сообщения о взрывах и обстрелах в области не прекращались до позднего вечера. Издание «Осторожной новости» опубликовало информацию от местных жителей, которые наблюдали за перемещением российской бронетехники в сторону границы. После этого стрельба возобновилась. А в Легионе Свободы России к вечеру отчитались об успехах своей операции. По словам бойцов, все цели проникновения в Белгородскую область были выполнены. В ходе боев были разгромлены силы ФСБ, оставшиеся в живых в панике отступили. Также в Легионе Свободы России заявили, что мотострелковая рота российской армии, которая пыталась осуществить контрнаступление, также была разгромлена. Ситуация в области за прошедшие сутки вызвала немало вопросов у местного населения к их губернатору Вячеславу Гладкову. Почему произошло? Я думаю, что следственные органы разберутся. С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас к Министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий. И, конечно, нужно обеспечивать, сделать выводы, исходя из тех ошибок, которые были допущены. Впрочем, к самому Гладкову вопросов также немало. Сайт BombShelter публикует карту бомбоубежищ Белгорода, на которой обозначено 10 точек. Однако, как утверждается на сайте, многие бомбоубежища были заброшены или приватизированы частными владельцами и превращены в склады или магазины. Сайт путешествуй.ком дает адрес только одного бомбоубежища в Белгороде. А за уточнением информации о других бункерах советуют обращаться в Главное управление МЧС России по Белгородской области. Мы попытались связаться с ведомством, однако ответа не получили. При этом, судя по сообщениям местных, которых вчера эвакуировали, прятали их не в бомбоубежищах, а в подвалах. Об этом в том числе нашим коллегам сайта «Вот так» вчера рассказала работница Граеворовской больницы Татьяна. Потом нас опустили в подвалы, как типа бомбоубежища. Потом запахи пошли ненормальные какие-то, а у нас горит там что-то. Вот послушайте, я выйду сейчас на улицу. Убьет, значит убьет. Вот слушайте. Вот слушайте. Вот я стою во дворе своего дома. Вот рядом, вообще в центре. Но не для того мы, извините, поддерживаем СВО, для того, чтобы отсюда уезжать, бросать свои дома, чтобы нас здесь все убивали, дома разрушали. Вы понимаете, что народ уже очень буйный, очень звереет. Сигнал «Эдельвейс» для силовиков объявили еще в одной приграничной области – Брянской. Этот сигнал означает общий сбор. По данным телеграм-канала МЭШ, Росгвардия усиливается еще в четырех районах области. Причиной стал пожар на заводе «НПП Александр» в райцентре Дятково на севере области. Предприятие производит оптику для Министерства обороны. Возможно, прорыв границы в Белгородской области был не последним. Накануне украинский журналист Андрей Цыплиенко опубликовал фото военных на фоне таблички села Гоголевка, которая находится уже в Курской области. Она ограничит Сумской областью Украины. А в телеграм-каналах публикуют видео, на которых слышна стрельба. Как утверждают авторы, кадры сняты в Суджанском районе Курской области. Министерство обороны России, в свою очередь, опубликовало кадры с якобы уничтоженной американской техникой в Белгородской области. Как утверждается, бойцы русского добровольческого корпуса использовали вездеходы «Хамви» и броневики «Макс Про». Пэтрайдер говорит, что США не уверены в достоверности этих сообщений. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер также усомнился в достоверности данных фактов. Продолжение следует...